Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, точнее в кадр архива гостелерадиокомпании Хакассия. В одном из выпусков мы показывали кадры 1970 года в Абакане, торжественное открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину. Мероприятие приурочили к столетию со дня рождения вождя мирового пролетариата. И сегодня у нас есть возможность вспомнить, как это было с непосредственным участником тех событий. Николай Федорович Асеев, гость нашей студии. Николай Федорович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам, поделиться своими воспоминаниями. В 1970 году вы были учеником 7 класса 21 школы. Это так? Да, это так. И мы знаем, что вы были в большой колонии, в которую собрали всю вашу школу, весь ваш класс, и вы были на Первомайской площади. Да, сначала нас, естественно, тренировали. Долго? Ну, где-то, ну, около месяца точно ходили мы вокруг школы. Ну, это, как правило, ходить ходили, но ничего никогда не пригождалось, потому что там пробежище, там все, то есть ноги сбивались. Мы знаем, что ваша школа участвовала в каком-то специальном конкурсе творческом, именно приуроченном к этому мероприятию. Да, у нас проходила, значит, композиция, было зональное соревнование в Иркутске в 1970 году. Это где-то конец марта, начало апреля. И вот эта композиция потом звучала на Первомайской площади. Настал этот торжественный день. Вот как вы помните, было ощущение какого-то глобального праздника? Много было людей? Народу-то очень много. Ну, так как мы стояли в колонии, и потом, если шли, сколько там народу, я лично сказать затрудняюсь, потому что, смотри, вперед, не на топчи никого. А народу, конечно, очень много. С цветами, наверное. Да, очень торжественно это все, тем более, что наша композиция, это очень было школьникам приятно, что вдруг наши чтецы там, говорят, в записи это шло все. Но вы были совсем ребенком, и ваши одноклассники тоже. Как вы воспринимали Владимира Ильича тогда? Ну, согласно нашей идеологии, нам пропагандировали, так и должно быть. Это торжественно, Владимир Ильич, все, непогрешимое. Николай Федорович, вот глядя на эти кадры, есть ли ощущение, что вернулись на 50 лет назад? Ну, конечно, это приятно. Волнительно даже, волнительно. Ну, в то время, скажем, Абакан, да, и сейчас сравнить. Ну, это две разные вещи. И последний вопрос, Николай Федорович. Ваше мнение о нашем проекте? Хотелось бы, может быть, что-то еще увидеть, вспомнить. Делайте заявки. Ну, в общем, это хорошая вещь. В следующем году в нашей школе, значит, 21-й школе-интернат, будет уже 80 лет. Хотим пообещать, что обязательно поищем в нашем архиве кадры, ведь ваша школа, она уникальная в своем роде, специализированная, и будем надеяться, что она также попала в архив гостей или радиокомпании. Приятно это слышать. Спасибо большое. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам в гости. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды стали героем журналистского материала, гостей или радиокомпании, обязательно звоните к нам в редакцию. Телефон прежний 22-72-82. Мы постараемся найти эти кадры, и тогда именно вы станете следующим гостем нашей студии. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин